Некоторое количество семян казахстанские покупатели уже получили, но точный объем реализованного закупа неизвестен. Данные сорта были разработаны исключительно в интересах Канады, в связи с чем участники семеноводческой индустрии, то есть фермеры Канады, требуют от федеральных властей Канады заблокировать вывоз семян из страны. Как отмечается, Канада известна экспортом высококачественных сортов семян, разработанных в том числе по эксклюзивным технологиям. Действительно, канадцы переживают не зря. Речь идет о больших деньгах. Оборот агропромышленного сектора в стране составляет более 120 миллиардов долларов, чего удалось достичь в том числе благодаря вложениям в научно-исследовательские разработки. Канадский фермер сумел адаптировать и коммерциализировать достижения ученых. Да, действительно, некоторыми СМИ уже довольно долго муссируется вопрос о том, что некоторые казахстанские предприниматели отшлили закуп канадских семян и завезли ее в Казахстан. В целом, канадская селекция не только по зерновым, но и другие по кормовым культурам, чечевицы и ячмень у нас пользуются большим спросом, так как Канада одна из ведущих стран по производству высокопродуктивных семян. Где-то схожи природно-климатические условия, поэтому наши предприниматели стараются все-таки отшлить закуп этих семян и опробировать их у себя на полях. Но при этом необходимо отметить, что никакого ущерба для Казахстана не будет, если будут завезены эти семена, так как в соответствии с законодательством, чтобы они назывались семенами, кроме фитсанитарного документа, они должны быть сопровождены паспортом качества, то ли сельсикатом качества. Таким образом, если вместе с уникальными семенами технологии и их производство попадают в Казахстан, то канадские аграрии фактически могут потерять конкурентные преимущества. Но в чем же прелесть канадского зерна? Дело в том, что в Канаде урожайность пшеницы составляет 40-50 центнеров с гектара, а в Казахстане всего лишь 10-12. Канадские фермеры обратились к федеральному правительству своей страны с просьбой вмешаться в ситуацию со ссылкой на то, что Казахстан не подписывал соглашение о законном закупе канадских семян. Добавим, что на глобальном рынке за производителей семян идет настоящая битва. Компании покупают за миллиарды долларов. К слову, фермеры Канады, в отличие от нас, не применяют пары уже много лет. У ученых Канады в эффективности технологий нет сомнений. Они знают, что если меньше тревожить почву, испаряется меньше почвенной влаги и сохраняется ее плодородие. Бауржанший Ахмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.